У каждого есть 5 копеек и 2 минуты. Вот мои 5 копеек за 2 минуты. О боже, меня уволили! О боже, инфляция! О боже, я родился в бедной семье! Чувак, хватит быть жертвой! Блин! Да тебя, наверное, от этого тошнит. Меня точно. И когда ты ведешь себя как жертва, угадай, что случится. Окружающие скажут, эй, он ведет себя как жертва, тогда и будем относиться к нему как к жертве. Если ты ведешь себя как слабак, люди будут относиться соответственно. Если ты ведешь себя так, что не заслуживаешь чего-либо, тогда никто тебе этого не даст. Все подумают, зачем ему это давать? Он этого не заслуживает. Итак, если вы хотите, чтобы вас воспринимали как человека, имеющего власть над своей жизнью, как успешного, богатого и уверенного в себе, тогда нужно вести себя соответствующе. Это самое главное. Вести себя так, как бы вы хотели, чтобы окружающие вас воспринимали. Некоторые думают, о, тут парень такой высокомерный. Нет, он просто уверен в себе, настроен на победу. Единственное, в чем заключается его высокомерность, в том, что окружающие не воспринимают его как жертву. Они только ноют. О, горе мне, о, горе мне, о, горе мне. Я, я алкоголик. Я наркоман. Я, я несчастная жертва. Мужик, тогда тебя весь мир будет воспринимать как несчастную жертву. Это была очередная тирада Гранта. Не будьте жертвой.